Такая вот очередная задача с подборки сайта Матус, с подборки Яковлева. Давайте прочитаем, найдите все значения А, при каждом из которых уравнение имеет хотя бы одно решение. И вообще, если посмотреть на уравнение, то немножечко страшно сразу становится. Здесь есть какие-то корни, здесь дробь большая, огромная. Но если присмотреться, то бросается в глаза следующее. Например, у нас корень из 1 плюс х квадрат, корень из 1 плюс х квадрат, а здесь 1 плюс х квадрат и 1 плюс х квадрат. То есть, приходит в голову идея, что если ввести замену корень из 1 плюс х квадрат равно t, то у нас получается, в принципе, уже намного более адекватное уравнение. 1 минус 2 от х плюс х квадрат делить на х квадрат минус 2 от х квадрат минус 2 от х квадрат равно 3. Минус 2 от х квадрат равно 3. И что это такое? А теперь у нас вот такое уравнение, дробь на рациональное, оно уже выглядит намного приятно, потому что нет корней, должно иметь хотя бы одно решение. Но если у нас задача относительно х должна иметь хотя бы одно решение, то относительно t у нас должно быть хотя бы одно решение больше равное единице. Давайте прям запишем. Хотя бы одно решение. t больше равно 1. Итак, что теперь сделаем? Ну, давайте это дробно-рациональное уравнение решим. Здесь логично все перенести в одну сторону, привести к общему знаменателю. 1 минус 2 от х плюс от х квадрат минус 3t квадрат плюс 6t. Делить на t квадрат минус 2t. Ну, мы видим, что в целом числитель весь сворачивается в квадратное уравнение. Если вынести коэффициент перед t квадратом, то будет а минус 3t квадрат. Дальше плюс 6 минус 2а. Здесь двойку вынести за скобки логичные. 3 минус а на t плюс 1 равно 0. Итак, у нас получается вот такое квадратное уравнение, которое, в принципе, может давать максимум 2 корня. Но единственное, нужно, чтобы эти корни не были нулем и двойкой. Или двойкой. Итак, такую систему мы получаем. Теперь давайте порассуждаем о том, что у нас может быть с этим квадратным уравнением. Оно должно нам дать хотя бы одно решение. t больше равно 1. Смотрите, что можно сделать. Давайте порассуждаем просто о том, какая парабола задается у нас функция f от t равно вот левой части уравнения. Если у нас a будет больше 3, то парабола направлена ветвями вверх. И чтобы было хотя бы одно решение больше единицы, мне достаточно попросить, чтобы... А, при этом я еще что замечаю, что t вершина этой параболы, она строго определена. Потому что здесь, когда видите вот такое повторение, нужно понимать сразу, что это дает здесь. Это дает строго определенную t вершину. t вершина будет равна минус b на 2a, да, минус 2 на 3 минус a, точнее, да, точнее, делить на 2a минус 3. Все правильно. И мы видим, что это будет единица, потому что здесь минус выносится и получается единица. То есть t вершина равна единице. И получается, что наша парабола, она проходит всегда через точку с координатами 1. И здесь можно, в принципе, вычислить, да, чему равно f от единицы. f от единицы у нас будет равно a минус 3 плюс 2 на 3 минус a плюс 1. И если здесь все внимательно посчитать, будет минус a плюс 4, да. Итак, у нас t вершина, точнее, просто вершина имеет координаты 1 минус a плюс 4. То есть, причем это все происходит у нас независимо от того, какой знак коэффициента перед t квадратом. То есть я тут все же начал рассуждать про то, что a больше 3, это не зависит от знака a. Эта вершина у меня всегда будет такая. И достаточно в таком случае сказать, что если a больше 3, если a больше 3, то вершина должна просто быть отрицательной. То есть значение в вершине должно быть неположительным, точнее, да. Потому что нам подойдет как вот такая парабола, изображенная сейчас, так и парабола, просто касающаяся. Тогда у нас t равна единице будет единственным корнем. А значит у нас может быть вот такое, или может быть вот такое. А меньше 3 и минус a плюс 4, тогда должно быть неотрицательным. И это соответствует ситуации, когда у нас парабола вот такая. И, соответственно, когда у нас 0, у нас будет вот такая парабола. И все. Давайте решим эту совокупность двух систем. Получается, что либо у нас a больше равна 4. Это я из первой системы взял. Либо у нас a меньше 3. Это я из второй системы взял. Так, и теперь еще нужно посмотреть отдельно, обязательно, что будет происходить, если один из корней равен 2. То есть, что мы здесь рискуем получить? Мы рискуем получить такую ситуацию, когда t равно 2. Это единственный положительный корень. Ну, то есть, не единственный положительный корень, а единственный корень больше единицы. А мы видим, что именно так и будет. И в таком случае у нас не будет решений больше равных единиц, ни одного. Поэтому t равно 2 надо подставить в уравнение. a-3 умножить на 4 плюс a4 умножить на 3 минус a плюс 1 равно 0. Ага, и мы видим, что у нас здесь благополучно сокращаются вот эти два слагаемых, и будет 1 равно 0. То есть, t равно 2 никогда не является корнем. Кстати, любопытно. Да, интересно получается. t равно 2 какая-то особая точка. Значит, возможно, можно было как-то короче решить. Ну, не то решение, что уже у нас получается здесь, кажется достаточно адекватным. Но вот такие вот интересные моменты с граничными точками, они говорят о том, что могла быть какая-то еще более красивая идея. Если вы что-то заметили, напишите в комментариях. Да, и последний момент. Нам еще обязательно нужно разобрать значение a равное 3, потому что мы совсем не рассматриваем a равное 3. При a равном 3 у нас вот это вот уравнение перестает быть квадратным, и будет единственный корень какой-то. Так, соответственно, что у нас при a равном 3? А, ну мы опять же получаем, да, 0 плюс 0t плюс 1 равно 0, то есть 1 равно 0. То есть a равное 3 не дает нам корней в целом. И все, соответственно, получается, что здесь у нас, в принципе, уже есть ответ. Значит, от минус бесконечности до 3 и от 4 до плюс бесконечности. Вот в таких вот скобках. Да. Подписывайтесь на канал. Здесь самый большой разбор, наверное, во всем YouTube. Параметрических задач. И я буду разбирать их до конца. У Яковлева подборка задач, она самая любопытная, потому что он самую интересную задачу выбирает. Подписывайтесь, смотрите разборы и удачный год. Продолжение следует...